ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Ее тема – обет. Обет. Первое. Исаак отправляет Иакова в Паддан-Арам. С первого по пятой стихи. Второе. Исаак женится на дочери Измаила. С шестого по девятой стихи. Третье. Иаков спит, положив голову на камень. Десятое и одиннадцатое стихи. Четвертое. В Вифиле Иакову открывается видение. С двенадцатого по пятнадцатой стихи. Пятое. Иаков просыпается и называет это место Вифиль. С шестнадцатого по девятнадцатой стихи. Шестое. Обет Иакова. С двадцатого по двадцать второй стихи. Шестое. Шестое. Обет Иакова. С двадцатого по двадцать второй стихи. В сегодняшнем отрывке мы видим, как Иаков бежит под Донорам в дом своего дяди со стороны матери. По дороге он ночует в Вифиле и видит во сне лестницу. И слышит голос Бога. Там Иаков дает Господу три завета. Прочтите стих один. И призвал Иакова и благословил его, и заповедовал ему, и сказал, не бери себе жены из дочерей хананских. Итак, Иак посылает Иакова к дяде по линии матери. Он заповедует, чтобы Иаков не брал себе жены из хананеек, но чтобы он пошел в под Донорам и женился на одной из дочерей Лавана. Есть особые причины на то, что Иаков пошел именно к Лавану. Первая причина – это чтобы избежать брака с хананьянками и жениться на одной из дочерей его дяди. Вторая причина – чтобы убежать от Исава, планирующего его убить. Третья причина – Иаков бежал потому, что получил благословение первенца вместо брата. И это основная причина его путешествия в Месопотамию, что он обманул отца, чтобы добиться первородства. Получив это благословение, веры, Иаков чувствует притеснение и бежит. Когда мы живем согласно вере, мир воздвигает на нас гонение. Стих 3 И еще он сказал, что все благословения, данные Богом Аврааму, будут также даны Иакову и его потомкам. Самым важным из благословений, данных Аврааму, было обетование послать Христа. Таким образом, обетование благословения во Христе протянулось от его деда Авраама к его отцу Исааку и к самому Иакову. Стих 6 Исаф увидел, что Исаф благословил Иакова и, благословяя, послал его в Месопотамию, взять себе жену оттуда и заповедовал ему, сказав, не бери себе жены из дочерей ханаанских. Исаф женился на хиттиянках из Ханаана. И когда он осознал, что дочери ханаанские не угодны его отцу, он пошел к Измаилу и женился на одной из его дочерей. Но дочери Измаила не принадлежат к линии веры. Исаф так и не смог исполнить желания своих родителей. Он женился не по вере. Прочтите стих 10. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. Иаков бежал в Харан. Стих 11 И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовья, и лег на том месте. Для Иакова, убегающего под давлением, оказанного на него за дело вера, это был путь спасения. Это был путь спасения для Иакова, которого гнали за дело веры. Его преследуют рожденный по плоти. 2 Петра 1.4 Кроме того, это был путь, по которому Иаков никогда прежде не ходил. Псалтирь 118.67 Это также был путь одинокий. Не было никого, на кого можно было бы положиться. Кто мог бы помочь в пути? А еще путь был непредсказуемым. Доберется ли он невредимым до дома дяди? И какие опасности ждут его на этом пути, предвидеть было невозможно. Что испытывал тогда Иаков? Какой верой обладал? Иаков был один, но Бог был для него убежищем, и его вера заставляла его полагаться на Господа. 2 Коринфянам 6.2 Когда трудности приходят в нашу жизнь, мы также должны полагаться только на Бога и искать Его. Стих 12. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а вверх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и не сходят по ней. Во сне Иаков увидел лестницу. В этом сне ему было дано откровение. Во времена Ветхого Завета многие люди получали откровение во сне, в видении или слышали Божий голос. Лестница здесь символизирует Иисуса Христа. То, что лестница касается неба, говорит о том, что мы можем достигнуть небес только через Иисуса Христа. Это говорит о том, что мы можем достичь небес и Бога только через Иисуса. Иоанна 14.6 В Иоанна 14.6 сказано, Иисус это путь и истина и жизнь. Иисус это Господь, ведущий нас к Богу. Он является посредником между человечеством и Богом. В этом стихе также говорится, что ангелы Божии ходили по лестнице вверх и вниз. Ангелы передвигались вверх и вниз. Это показывает нам, что в Иисусе Христе между человеком и Богом происходит взаимодействие. Иоанна 1.51 В Иоанна 1.51 сказано, что мы увидим небо отверстием и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих. Христос проводит Божьей любовь и спасение к людям. А также возносит молитвы народа к Господу. 1 Тимофея 2.5 Откровение показало Иакову, что благословение Христа было дано ему Богом. В стихах с 13 по 15 он слышит Божий голос и получает обетование. Какими были эти обетования и благословения? Во-первых, Бог пообещал дать Иакова и его потомкам землю Ханаана. Во-вторых, Бог умножит его потомство. Это касается многочисленного потомства, состоящего из верующих, рожденных через Христа. В-третьих, Бог обещает быть циаковым. Ходить с ним. Псальтирь 22.4 Исайя 41.1 Исайя 43.2 Матфея 28.20 Бог Эммануил. Он Бог, который всегда находится с нами. В-третьих, Бог пообещал привезти Иакова назад, в Ханаанскую землю. Какие ободряющие слова для Иакова. Как должно быть, он был утешен? Он в страхе один шел в дом дяди. Путь его был одиноким и трудным. И в такое время появился Бог. Он утешил Иакова, пообещав быть с ним и помочь ему. Он пообещал привезти его назад, целым и невредимым. Стих 16. Иаков пробудился от сна своего и сказал, «Истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал». Тогда Иаков понял, что в месте его отдыха был Бог. До сих пор он считал, что Бог присутствует только в доме его отца. Но теперь он познал, как Бог обитает повсюду, а не в определенном месте. Бог наполняет землю и всю Вселенную. Еремея 23.24 Нет такого места, где бы нашего Бога не было бы, или куда он не мог бы проникнуть. Наш Бог любит нас, хранит нас и ведет нас по правильному пути. Стих 17. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не что иное, как дом Божий. Это врата небесные. Иаков увидел лестницу, ведущую к вратам рая. Он увидел врата небес отверстыми. Он понял, что на этом месте Бог, а само место – храм Господа. Стихи 18 и 19. И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником. И возлил елей наверх его и нарек имя месту тому Вифиля. А прежнее имя того города было Луз. Иаков поставил памятником камень, на котором спал, и возлил на него елей. Установка памятника из камня показывает, что Иаков принял решение. Решение не отступать от обета, данного в Вифиле. Решение любить Бога, зависеть от Него и постоянно общаться с Ним. Возлияние елея символизирует отделение, святость Дома Божьего. Во времена Ветхого Завета отделяемого человека помазали елеем. Святые отделенные люди были помазаны елеем. Левита 8.10, а также 8.30. Исход 30.25. Вифиль означает Божий дом. С 20 по 22. И положил Иаков обед, сказав, если Бог будет со мной и сохранит меня в пути сиом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. Из всего, что ты Божий даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Иаков дал три обеда с тремя условиями. И Павел так поступал. Деяние 18.18. Мы должны исполнять данные Богу обещания. Псалтирь 14.4. Псалтирь 14.4. Второзаконие 23.21. Если мы дали Богу обещание, нужно исполнить его, даже если будет очень тяжело. Анна дала Богу обещание и исполнила его. И получила благословение больше, чем отдала. Какие же три обещания дал Иаков? Первое. Он сказал, что Иегова будет его Богом. Он сказал, что будет считать Иегову своим Богом. Он будет ходить с Богом. Он будет служить только Богу. Иисус Новин 24.15. Второе. Он сказал, что камень, который он поставил памятником, будет Домом Божиим. Здесь он говорит, что устроит Божий храм. Храм Божий будет поставлен на верность и Божьему Слову. Строительство храма было его ответом на полученное откровение. Матфея 16.18. Иисус сказал, что поставит церковь на признание Петра истинной Евангелия. Это также является посвящением Иакова жить святой жизнью. Откровение 11.1. Это значит, что он будет стараться жить святой духовной жизнью. Ефесианам 2.20. Евреям 5.12.14. Евреям 5.12.14. Итак, ключевым словом здесь является святость. Это принятие Бога Господом в своей жизни. Третий. Иаков пообещал отдать Богу десятую часть от всего, что он приобретет. Он будет отдавать Богу десятину. Отдать десятину – значит вернуть Богу то, что ему принадлежит. Бытие 14.20. Малахия 3.10. Десятая часть принадлежит Богу. На самом-то деле все принадлежит Господу. В Псалме 23.1. В Псалме 23.1 говорится, что все на земле и во вселенной принадлежит Господу. Наша жизнь тоже принадлежит Богу. 1 Коринфянам 6.19.20. Иисус так же побуждал нас отдавать десятину. Матфея 23.23. Мы должны понять, что все принадлежит Богу и отдавать десятину с благодарностью. Вот такие обеты дал Иаков, когда пробудился от своего сна. Давайте, как и Иаков, искать Божьей воли. И жить святой жизнью. И иметь достаточно веры, чтобы отдавать Богу десятую часть всего, что мы имеем. А теперь начнем изучение двадцать девятой главы. Глава 29. Предмет этой главы – женитьба Иакова. Первое. Иаков прибывает в Харран. С первого по восьмой стихи. Второе. Он встречает Рахиль. С девятого по двенадцатой стихи. Третье. Лаван принимает Иакова в дом. Тринадцатый и четырнадцатый стихи. Четвертое. Иаков работает за Рахиле семь лет. С пятнадцатого по двадцатый стихи. Пятое. Лаван обманывает Иакова и дает ему Лию. Лаван обманывает Иакова и дает ему Лию. С двадцать первого по двадцать шестой. Шестое. Иаков работает еще семь лет за Рахиль. С двадцать седьмого по тридцатой стихи. Седьмое. У Лии рождается четыре сына. С тридцать первого по тридцать пятой стихи. В сегодняшнем отрывке мы видим, как Иаков приходит в дом своего дяди Лавана и женится на двух его дочерях. Стихи один и два. И встал Иаков и пошел в землю сынового востока и увидел вот на поле колодезь. И там три стада мелкого скота, лежавшего около него. Потому что из того колодезя поели стада. Над устьем колодезя был большой камень. Иаков благополучно пребывает в дом дяди. И это благодаря Божьей милости и защите. Бог довел его целым и невредимым. Двадцать восьмая глава, пятнадцатый стих. Иаков подошел к колодцу у Падан-Арама. В этом районе вода была драгоценной. И во втором и третьем стихах мы видим, что колодец был покрыт крышкой. Во время водопоя все овцы собирались вместе и пили одновременно. Стих девять. Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она посла. Рахиль посла овец своего отца, и она пришла к колодцу. Вот так случайно Иаков встретился с ней. Стихи одиннадцать и двенадцать. И поцеловал Иаков Рахиль, возвысил голос свой, заплакал. И сказал Иаков Рахиль, что он родственник отцу ее, и что он сын Ревеккина. А она побежала и рассказала отцу своему. После долгого и утомительного путешествия Иаков до слез был рад встретить Рахиль и свою родственницу. Он плакал от впечатления, которое получил от встречи с Рахилью, своей родственницей. Стих тринадцать. Лаван услышал о Иакове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, и вел его в дом свой. И он рассказал Лавану все сие. И в конце концов Иаков оказался в доме своего дяди Лавана. И Лаван принял его. Стих пятнадцать. И Лаван сказал Иакову, неужели ты даром будешь служить мне, потому что ты родственник? Скажи мне, что заплатить тебе. Лаван предложил Иакову назвать плату за его труд. Он собирался заплатить за весь выполненный труд. Он хотел исключить все причины споров, которые могли возникнуть позже. И в тот момент Иаков заявил, что будет работать семь лет за Рахиль, дочь Лавана. Стих восемнадцать. Иаков полюбил Рахиль и сказал, я буду служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою. Иаков любил Рахиль и плата, и за семь лет его труда была ее рука для сочетания в браке. Стих двадцать. Из-за любви к ней он не считал свою работу трудом. Из-за любви к ней он не чувствовал тяжести труда и не заметил, как пролетело время. Но после двадцать первого стиха мы узнаем, как Лаван отдал Иакову не Рахиль, а свою старшую дочь Лию. Стих двадцать три. Вечером же взял дочь свою Лию и вел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Вечером в день свадьбы Лаван привел к Иакову Лию. Проснувшись на следующее утро, Иаков обнаружил, что рядом с ним была Лия, а не Рахиль. Дядя его обманул. Иаков расплачивается за то, что он обманул брата и отца в прошлом. Он пожинает то, что посеял. Стих двадцать семь. «Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту заслужбу, которой ты будешь служить у меня еще семь лет других». Лаван предлагает Иакову отработать за Рахиль другие семь лет. То есть он говорит ему работать бесплатно еще семь лет. Так Иаков остается работать на Лаванной еще на семь лет. Однако иметь двух жен неправильно. Божье постановление для брака – это один мужчина и одна женщина. Из-за того, что у Иакова было две жены, в его доме постоянно возникали ревность, зависть и раздоры. Из-за того, что семья Иакова не соответствовала установленному Богом порядку, она не смогла испытать полного Божьего благословения. Стих двадцать восемь. «Иаков так и сделал, и окончил неделю этой, и Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену». В ответ на обещание проработать на Лаванной еще семь лет, Иаков получил Рахиль. Итак, за Рахиль он работал еще семь лет. Всего за своих жен он работал четырнадцать лет. Если бы Иаков проявил верность, он доверился бы Богу и оставил своей женой только Лию. Повторю, если бы Иаков имел веру в Бога и доверился Ему, он женился бы только на Лии. Левит восемнадцать восемнадцать. Стих тридцать один. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна. В этом стихе Бог позволил Лии родить несколько сыновей. В тридцать втором стихе у нее рождается Рувим. Рувим означает «посмотри, сын». Лия была нелюбима мужем. Она подумала «муж полюбит меня, потому что я родила ему сына». В тридцать третьем стихе она родила второго сына. И назвала его Симеон. «Симеон» означает «слышит». Бог слышит наши молитвы. Лия родила третьего сына. В тридцать четвертом стихе у нее рождается сын Левий. «Левий» означает «объединять». Она назвала его так в надежде, что они с мужем станут едиными. Стих тридцать пять. «И еще зачала и родила сына и сказал, теперь-то я восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда и перестала рождать». Лия родила четвертого сына. Она назвала его Иуда. А Иуда означает «хвалить». У нее уже четыре сына, и она будет благодарить и хвалить Господа. В сегодняшнем отрывке Иаков благополучно пребывает в дом его дяди Лавана в Падан-Араме. Он работает четырнадцать лет для того, чтобы приобрести двух жен. Иаков поступает неправильно, взяв двух жен. Он должен был хранить постановление Бога для брака и жить только с Лией. Бог пожалел Лию и дал ей сразу четырех сыновей. Это была лекция по двадцать девятую главу. Перейдем к главе тридцать. Темой тридцатой главы является процветание. Первая «Служанка Рахили Вала рождает сыновей». С первого по восьмой стих. Вторая «Сыновей рождает служанка Рахили Делфа» с девятого по тринадцатого. Третья «Две жены торгуются о муже» с четырнадцатого по двадцать второй стихи. Четвертая «Рахиль рождает сына» с двадцать второго по двадцать четвертой стихи. Пятая «Иаков просит оплатить его труд». С двадцать пятого по тридцать шестой стихи. Шестое «Иаков разбогател». С тридцать седьмого по сорок третий стихи. В тридцатой главе у Иакова появляется много сыновей. Первый стих. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю». У Рахили не было детей, и она завидовала сестре. Она также жаловалась на это мужу. «Иаков разгневался на Рахиле и сказал, разве я Бог, который не дал тебе плод чрева? Только Бог может помочь зачать и родить ребенка». И еще Сара говорила об этом. Шестнадцатая глава, второй стих. И Ревекка говорила тоже. Двадцать пятая глава, двадцать первый стих. И Иоанна знала это. Первое царство, один пятнадцать. Плодом чрева распоряжается Бог. Плодом чрева распоряжается Бог. Играет Бог, пр Faith it三. Стих 3. Она сказала, что служанка моя Валла, войди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы я имела детей от нее. Рахиль не могла родить мужа ребенка, поэтому дала ему свою служанку Валлу. В культуре того времени женщине разрешалось давать мужу в жены свою служанку. Но это не по вере. Это мирские пути. Это пути человеческие. Иаков не стал противоречить Рахиле и принял ее служанку. И это также было не по вере. Стих 5. Валла зачала и родила Иакову сына. Валла зачала и родила сына, которого назвали Дан. Дан означает «оправдать». Валла зачала и родила еще одного сына. Его назвали Нефалим. В 8 стихе у нее появляется Нефалим. Нефалим означает «противоборство». В Рахиле был дух соперничества с сестрой. Это показывает, что Рахиль жила в ревности, зависти и в рожде, направленных против ее сестры. Стих 9. Валла зачала и родила сына, и его назвали Гад. Гад означает «успех». У Зелфы снова родился сын, и его назвали Асир. Асир значит «счастливый». И так у Иакова было 4 жены. И члены его семьи соперничали. Они завидовали друг другу, поступая не по вере. Таким образом, приход Иакова в дом Лавана привел к падению его веры. Стихи 14 и 15. Рувим пошел во время жатвы пшеницы и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии матери своей. И Рахиль сказала Лии «дай мне мандрагоров сына твоего». Но она сказала ей «неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала «так пусть он ляжет с тобой в эту ночь, за мандрагоры сына твоего». Рувим принес несколько мандрагор. Считается, что мандрагора способствует зачатию. За мандрагоры Рахиль отдала мужа. 15 стих. Но она сказала ей «неужели мало тебе завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего?» Рахиль сказала «так пусть он ляжет с тобой в эту ночь, за мандрагоры сына твоего». И Рахиль говорит «за мандрагоры твоего сына сегодня ты можешь спать с моим мужем». Рахиль продала мужа за мандрагоры, принадлежащие сыну Лии. Здесь Бог применяет к Иакову дисциплинарное наказание за то, что он отошел от божьих путей в создании семьи. 17 стих. «И услышал Бог Лию, и она зачела и родила Иакову пятого сына». У Лии родился пятый сын. Она назвала его Иссахар. Иссахар означает «награда». Затем она родила шестого сына. Его назвали Завулон. Завулон означает «воздать честь». Лия хотела, чтобы муж воздавал ей честь и любил ее, поэтому назвала сына Завулон. Стих 21. «Потом родила дочь и нарекла ей имя Дина». Лия родила дочь и назвала ее Дина. «Дина» означает «судить». Стихи 22-24. «И вспомнил Бог Арахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачела и родила сына, и сказала «снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказав «Господь даст мне и другого сына». «Наконец, родила и Рахиль». Она назвала своего сына Иосиф. У Рахили родился ее первый сын, Иосиф. «Иосиф» означает «добавить». Рахиль хотела, чтобы Бог добавил ей к Иосифу еще одного сына. Родив сына в более поздние годы своей жизни, Рахиль заменила гордость смирением. Рахиль была любима мужем. Если бы, будучи так любимой, она родила сына раньше Лии, она стала бы еще более высокомерной. Бог смирил ее бесплодием. Бог смирил ее, а потом в смирении дал ей зачать. Начиная с 25 стиха, Иаков начинает отделять свое имущество от Лаванова. Лаван понял, что Бог благословлял Иакова во всем, что бы он ни делал. Иакова становился все богаче и богаче. Иакова становился все богаче и богаче. Стих 37. 37 стих. Иакова взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндалевых и яворовых и вырезал на них белые полосы, сняв корода белизны, которая на прутьях. Иакова срезал прутья стополя, миндаля и явора и сделал на них белые надрезы. Затем он разложил их у водопойных корыт. Овцы, приходя на водопой, видели прутья с белыми надрезами и зачинали пестрых ягнят. Так стадо Иакова все умножалось. Но рождались ли ягнята пестрыми действительно благодаря методу Иакова? Нет, они рождались пятнистыми не по этой причине. Иаков снова придумал хитрый план. Но разбогател он не благодаря ему. Его процветание было результатом Божьего благословения. 31 глава, стихи 9 и 10. Даже если бы Иаков не применил свой хитрый план, Бог все равно бы его благословил. Коварные замыслы Иакова только нанесли удар по его совести, посеяв чувство вины. Он не прославил Бога. Он забыл о Божьем благословении. Он оказался неправ в глазах его тести и деверя. Мы достигаем успеха не благодаря какому-либо методу или плану, но благословению, которое посылает нам Бог. Мы закончили лекцию по 30 главе. Это завершая 15 лекцию по книге Бытие.